Субтитры сделал DimaTorzok Можно прокатиться на велосипеде очень даже хорошо И немного рассказать решил про то, как же приехать на учебу в Японию Да, ни для кого не секрет, что с 1 апреля начинается учебный год в Японии И поэтому многие начинают оформление документов уже сейчас То есть, что же требуется для того, чтобы приехать в Японию Ну, во-первых, нужен стартовый капитал Стартовый капитал должен быть примерно на полгода жизни в Японии С учетом оплаты за учебу и за проживание Итак, это примерно на данный момент, это в районе 1 миллиона иен 1 миллион иен по текущему курсу 0.52, это где-то 520 тысяч рублей Вот, то есть, если вы накопили данную сумму, то вы можете спокойно начать оформление документов Для того, чтобы поехать в Японию на учебу На изучение японского языка Прежде чем это сделать, зайдите в интернет и посмотрите Какие школы есть в Японии Что требуется для оформления Какие документы То есть, там ксерокопии разные То есть, разные оформления Ну, аппликейшн там И тому подобное То есть И начинайте их делать То есть, со своей стороны То есть, для... Для... Со стороны Японии Ну, как бы требуется сертификат Этот Of eligibility Он называется по-английски О, какая машина То есть, сертификат of eligibility Выдается школой Школа будет являться вашим гарантом Вот Чтобы оформить этот сертификат От вас требуется ксерокопия паспорта Справки То есть, две справки То есть, из банка О наличии денежных средств Далее От вас требуется Заполненная форма На английском или японском языке Как вам будет угодно Это аппликейшн Вот на это вот Сертификат of eligibility Данную форму Вы можете скачать в интернете Далее От вас требуется Ну, фотографии, естественно Три на четыре И Конверт А, марка Там Идет Марка В районе четырех тысяч иена Она примерно стоит И И И И Значит Ну Помощь кого-либо со стороны Японии Желательно Ну, то есть Чтобы вы могли позвонить там Отправить ему, например, там Или ей на дом документы эти И чтобы он в свободное время Сходил В школу Взял оттуда Необходимые документы Взял также вот этот вот Документ О поступлении Что вы хотите туда поступить Заполнил его Для вас Вот Либо вы сами можете его заполнить Также со школой договориться Они вам по электронной почте вышлют Этот экземпляр Ну, как бы Заявление Вы его заполняете И также высылаете вместе со всем пакетом документов То есть После того, как вы выслали этот весь пакет документов Этот человек Либо вы можете попросить человека Либо можете не просить никого Сделать Как? Выслать напрямую школу И Школа уже сама пойдет И оформит данный документ В посольство У них есть специальный человек Который этим занимается Так вот Ну, конечно Еще третий вариант есть Вы можете Обратиться к услугам Фирм Которые занимаются Оформлением документов Ну, такие Как, например Гакуру И тому подобное То есть В принципе Не только Гаку занимается этим Есть и другие фирмы Ну, в принципе Я вот через нее оформлял Через Гакуру Никаких проблем не было Ну, а вы сами смотрите И решайте Как вам удобнее будет Так вот После того, как вы выслали данные документы На выдачу этого сертификата Требуется 1-2 месяца 1-2 месяца То есть После того, как вы Как школа Получила сертификат на вас Она вам его высылает обратно Либо она Либо кто-то Через кого вы делали Либо фирма Вот она высылает Для вас этот сертификат Обратно Вы С этим сертификатом С заполненными Также документами Там идет, по-моему, еще Документ Причина должен быть На английском языке Надо написать Далее То есть Причина, по которой Вы хотите изучать Японский язык Вы должны написать Далее Документ Поддержки Это должен заполнить Один из ваших родителей То есть И он также должен Предоставить Справки С Вместо Как они называются Я эту палку Забыл Но Состояние счета Да Состояние счета Там порядка То есть 14 тысяч долларов Примерно так Должно быть Я не знаю Сейчас может Конечно Что-то поменялось Но вы можете Сделать Две справки По 7 тысяч И тоже Прокатит Например Из разных банков Не обязательно Делать Одну справку Из Ну Одного банка То есть Вы можете Взять деньги Например Сделать справку В одном банке Например Да На 7 тысяч Потом снять Все эти деньги Или перевести В другой банк И сделать В этот же день Справку В другом банке На эти же деньги То есть Вам небольшая Такая хитрость Чтобы Не копить Как говорится Всю сумму То есть 14 тысяч долларов Это слишком большая Сумма Для России Я бы сказал Вот Поэтому Есть вот такие Хитрости То есть После того Как вы это сделали Далее Там нужно еще По-моему Заполнить Один документ Вот как раз Ну то есть Родитель Заполняет На то Что он Ваш Будет спонсором И в случае Чего Он будет Вас поддерживать Там И за вас Все платить Далее Ну там Как бы Свидетельство О рождении По-моему Там надо Копию сделать Потом Обязательно Сделать Там копию Диплома О высшем Образовании Если бы Она у вас Есть Вот То есть Потом Впоследствии Он вам Пригодится Чтобы сделать Перевод На японский Язык И вы можете После окончания Обучения В японской Школе Языковой Устроиться На работу С этим Дипломом То есть Только сделать Надо Перевод На японский Язык Обязательно Даже с русским Языком На русском языке Если у вас Будет Диплом Или копия Диплома Но Японцы Ни хрена Не поймут Вот То есть После того Как вы Вот эти все Документы Собрали Заполнили Отсылайте их Точнее как Отсылайте Едете с ними Грубо говоря В Москву Или там Хабаровск Или Владивосток Я не знаю Где вам ближе И Относите Посольство Посольство Японии Обязательно С оригиналом Паспорта Вашего Загран То есть Все должно Быть Это самое При вас То есть Вы с этими Документами Идете В это посольство Отдаете Все эти документы Если что Не хватает Там Дозаполняете Платите Все Вот эти Пошлины И тому подобное И не забудьте Обязательно Этот сертификат Of eligibility То есть Это Обязательно Вот После того Как вы Все эти документы Сдали Вам Вам говорят Что примерно Ожидайте Месяц Для получения Визы То есть Вы ожидаете Месяц После того Как вы Значит Вам виза Сделана Вам Или там Пишут Имейл Как Там Договоритесь С ними То есть И Приглашают Вас Уже В Посольство Для того Чтобы Вы Забрали Свою Визу Соответственно А Еще Что Чуть Не Забыл У Вас Обязательно Должен Быть Уже Куплен Билет На Самолет То есть Перед Тем Как Ехать В посольство Вы Должны Будете Купить Билет На Самолет Ну С Запасом Примерно Месяц Или Два Чтобы Пока Делается Виза Там Прошел Месяц Там Полтора Там К примеру И У вас Только Будет Там Билет Через Это Время Вам Вылетать А Виза У вас Еще Не Готов И В итоге Вам Придется Менять Этот Билет В общем А Билет Обязателен В одну Сторон Конечно Две Стороны Не Обязательно Брать Билет Две Стороны Обязательно Только В случае Если Вы Оформляете Короткосрочную Программу Там На Три Месяца Например Там Или Там На Месяц Там Тебуется Билет Обратный Вот Так же Как По Туристической Визе В принципе Так Вот В принципе Такие Правила И Все После Этого Когда Вы Приезжаете В Москву Там Или В Хабаровск Или Владивосток Забираете Свою Визу Берете Все Это Как Грец Вместе Ваш Паспорт Визу Там Какие Либо Сирокопии Делаете Свидетельство Рождения Обязательно Оригинал Диплом Желательно С собой Взять Обязательно С собой Взять Паспорт Российский Паспорт Изогран И Права Если они У вас И имеются А если Нет То Не брать Соответственно Вот В принципе И все Все Что требуется Для оформления Документов И Для того Чтобы Приехать В Японию Естественно В Японии Не холодно Я бы Не сказал Что нужно Брать С собой Шуку Там Шапки Там Какие-то Варежки И тому подобное Особенно В апреле В апреле Уже Тепло Будет Во всю И Можете Не брать С собой Много Одежды Вот Насколько Я помню В аэроплоте Ограничение 23 килограмма На один Чемодан Плюс Ручная Кладь До 10 Килограмм Поэтому В принципе Этого Должно Хватить Для того Чтобы Везти Необходимые Вещи Там Грубо говоря Берите На лето И такую На среднюю Осень Вещи Этого Вам Хватит Ну вот В принципе И все А что Касается Школ Но В принципе В принципе Особой Разницы Не будет Где Вы будете Изучать Японский Язык У каждой Школы Есть свои Плюсы Минусы У каждой Школы Есть свои Как говорится Как сказать Бонусы Для тех Кто учится Там Какие-то Программы Какие-то Экскурсии Куда-либо Там Далее Там Оплата Например В некоторых Школах Возможно Оплата По Месячно Ну там Можно Например Договориться Если у вас Проблемы С деньгами Вы приезжаете Вот Например На первые Полгода Вы изучаете Японский язык Параллельно Ищите себе Подработку Например Через 2-3 месяца Вы нашли Подработку После этого Вы Начинаете Подрабатывать И Подкапливать Деньги Уже Для Следующего Оплаты За Обучение Например Последующие Полгода То есть После того Как вы Подкопили Эти денежки Заплатили В следующие Полгода Но Если вы Не подкопили И вам Не хватает Вы можете Договориться С ними Чтобы Рассрочка Платить В школы Все понимают Что вы Студент И подобное То есть Не обязательно Обращаться Скажем так К вашему Гаранту К родителям И тому подобное Чтобы За вас Наплатили Можете Сами Все Поплатить Прекрасно То есть Вот так вот Что еще Что еще Что там Что есть Интересного Такого Ну в принципе Вот и все Как бы Да Основные моменты Я рассказал Вот Никаких других Вещей Как говорится Таких вот Нюансов Это не должно Быть Вот Единственное Конечно Возникает Вопрос Иногда У некоторых Студентов Когда они Подают Документы В посольство Там С ними Хотят Побеседовать Работники Посольства Работники Японского Посольства То есть Там Позадавать Вопросы Там Что Да Как То есть Ну это Ничего страшного Не думайте Что Как бы Они хотят Что-то там Вас На допрос Вызвать Или что-то там Допытаться Или что-то еще Просто у них Бывает Возникают Какие-то там Во время проверок Определенные Скажем так Вопросы Ну К вашим документам И Чтобы разобраться Они могут Вас вызвать В Москву В посольство Или там Ну в любое Посольство Куда вы подавали То есть Вас вызвать И спросить Что да как Почему Это так А это не так Например Ну то есть Куча страшного Ну вот так вот В принципе Вот и все Если вам понравилось Обязательно Подписывайтесь Ставьте лайки Ну а если у вас Остались вопросы Задавайте их В комментариях Ну а с вами был Дэн До связи